Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. Твиттер главы города открыт для обращений. Все вопросы по отоплению Елена Лапушкина готова решать лично. Более 600 миллионов рублей дополнительно получит фонд обязательного медицинского страхования. Деньги пойдут на лечение больных коронавирусом. До 1 декабря все самарцы должны заплатить налоги. На что пойдут деньги, расскажем в нашем сюжете. 84% многоквартирных домов подключены к теплу. Всего в Самаре более 10 тысяч. К концу недели батареи должны потеплеть в остальных квартирах. По всем проблемным вопросам стоит обращаться на горячую линию. Телефоны начинают работать в понедельник. А также в твиттер и инстаграм главы города. Как город входит в отопительный сезон, сегодня Елена Лапушкина рассказала об этом в интервью телеканалу Самара ГИС. Елена Владимировна, осень – это для любого города самая горячая пора. Все-таки батареи 3 месяца простаивали, даже больше. И теперь нужно, чтобы они везде заработали качественно город вашего выкопительного сезона. В какой стадии вы находите сегодня? Правильно совершенно сказать, что осень – это время пуска отопления. Это процесс, безусловно, достаточно тяжелый, технологически тяжелый и занимает определенный период времени. Но, тем не менее, в этом году мы достаточно планово входим. Нет никаких таких достаточно серьезных срывов у нас. Вот на сегодняшний момент, на 3 часа дня, у нас 84% многоквартирных домов уже подключено к отоплению. Да, мы завершаем перекладки, очень серьезные перекладки, которые в дальнейшем дадут нам стабильную работу. И надеюсь, что никаких серьезных порывов в эту зиму не будет. У нас практически подключены все объекты социальной сферы на сегодняшний момент. 10 числа у нас завершаются все работы на теплотрассах, и мы будем давать тепло в многоквартирные дома, которые у нас попадали под отключение. Какие информационные каналы работают? Какие будут работать в районах, в экспортаменте, в городской администрации? У нас уже традиционный уже стал и твиттер, безусловно, и в инстаграм. Пожалуйста, обращайтесь на мои странички, оставляйте свои адреса. Постараемся в максимально короткие сроки это совместно с районами отрабатывать. У нас с понедельника заработает горячая линия. Будут два телефона в департаменте городского хозяйства. Во всех районах администрации будут работать горячие линии. И уже всем привычный телефон единой диспетчерской службы также будет работать. Поэтому всем жителям, у которых есть какие-то вопросы по отоплению, по стоячному, по батареям, конечно, необходимо обращаться туда. И уже по каждому конкретному адресу департамент и районная администрация будут отрабатывать эти адреса. В этом году был рекордный объем по перекладкам. У нас теплотрассы заменили столько, сколько никогда было и не было. Вот вы скажете, те участки, где прошла перекладка, они по какому решению сейчас работают? Я понимаю, что серьезные неудобства для жителей возникают, когда идет перекладка сетей. Но, тем не менее, мы должны понимать, что это на долгий период времени облегчить нашу с вами жизнь. Это значит, не будет серьезных порывов, не будет серьезных аварий. И мы с вами сможем получать и горячую воду, и отопление в срок без серьезных каких-то нареканий. 10 числа мы завершаем абсолютно все перекладки. Я еще раз подчеркну, у нас останутся вопросы по благоустройству, по восстановлению благоустройства. Но уже с 10 числа у нас основная масса домов будет подключена к отоплению. Пока держатся устойчивые высокие температуры, плюс 8 средних пока еще не было в течение 5 дней. И мы говорим, что город раньше времени входит в отопительный сезон. Вот как сейчас этот тренд сохраняется? Я думаю, мы совершенно точно успеем. Я надеюсь, что в воскресенье у нас закончатся все вопросы по перекладкам. И подключение уже будет на завершающей стадии. Но уже сейчас 84% МКД у нас подключено. Спасибо. В Самаре продолжается комплексный ремонт улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качества» на автомобильные дороги. Благоприятные погодные условия позволяют подрядчикам по-прежнему трудиться с опережением графика. Например, на улице Арцебушевской уже не первую неделю ведутся работы, которые изначально были запланированы на 2021 год. Это ремонт проезжей части, тротуаров, инженерных коммуникаций. За ходом исполнения задачи муниципального контракта следила наша съемочная группа. Корги по кличке Рон довольно вышагивает по новому тротуару. Хозяйка пса Анастасия Воронова говорит, что самарские улицы стали похожи на европейские. По недавно уложенной тротуарной плитке на улице Арцебушевской теперь приятно не только гулять с собакой, рассказывает Настя, но и бегать по утрам. Мне нравится. Гораздо удобнее стало гулять, потому что раньше было много ям всяких, а теперь очень приятно. Вместо старого асфальтобетона укладывают плитку. Она не только эстетично выглядит, но и удобно в эксплуатации. При необходимости ее можно будет оперативно заменить. Материал устойчив к морозам и перепадам температуры. Тротуарное покрытие с тактильными элементами, что хорошо для слепых и слабовидящих. Комплексный ремонт ведется на средства НАСПроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас подрядная организация выполняет работы от переулка Тургенева до Льва Толстого. Асфальтобетонное покрытие проезжей части здесь обновили. Это особо высокая прочная смесь, которая замешана на поливерно-битомных вяжущих, которые способны выдерживать большие нагрузки. Как обычного легкового, так и грузового транспорта. На 12 октября планируется укладка верхнего слоя покрытия проезжей части в границах Полевой и Маяковского. Старый изношенный слой там уже отфрезеровали. Ранее еще весной перевели в порядок трамвайное полотно на участке Рабочая Чкалова. В этом году работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут с опережением графика. При этом не в ущерб качеству. За ним следят на всех этапах ремонта. В настоящее время производятся работы по плану, который изначально был предусмотрен на 2021 год. Дорожные рабочие справились уже на 33%. Согласно муниципальному контракту, обновление улицы рассчитано на два года. Полностью Арцебушевская преобразится в следующем году. Мэри Илчан, Ольга Павлова, Сергей Баскин. События. Будущие педагоги могут готовиться к переезду. В Самаре подходит к концу строительство третьего корпуса общежития педагогического университета. Напомним, здание возвели еще в начале 90-х, но из-за недостаточного финансирования оно превратилось в долгострой. Благодаря федеральным средствам работы здесь возобновились, и уже в следующем году двери общежития распахнутся для студентов. Мэри Илчан подробнее. Стройка, которую начали еще в 90-е, сегодня, наконец, подходит к финалу. Здание третьего корпуса общежития педагогического университета возвели в конце прошлого века. Нынешний ректор вуза, будущий студентом, возил с однокурсниками кирпичи. Но дальше фундамента дело не пошло, финансирования не хватило. Это будет постройка 2020-го, я надеюсь, года, где все уже предусмотрено. И запасные выходы. Но это масса, это большой перечень вот тех аксессуаров, которые должны быть. И они здесь все будут. Свыше 70% студентов вуза иногородние, и всем им нужно жилье. Сейчас места в общежитии для них не хватает. Студенты вынуждены снимать квартиры. Открытие нового корпуса эту проблему решит. В здании 9 этажей и комфортные условия проживания. Кухня с необходимой техникой, прачечная, медицинский кабинет на первом этаже с возможностью круглосуточного проживания врачей на территории общежития. Двухкомнатные блоки с отдельным санузлом. Лифт, поручни и съезды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В современном общежитии предусмотрели, если не все, то многое. Это тот случай, когда время позволило. Казалось бы, уже столько денег из бюджета потрачено, осталось совсем ничего. И обидно, когда из-за каких-то затыков большое дело стоит. В весной текущего года, после смены правительства, я встречался с министром образования и науки, который поддержал эту инициативу. Из федерального бюджета выделены необходимые средства. На завершение работ направили свыше 36 миллионов рублей из федеральной казны. На эти средства устроят систему пожарной безопасности и облагородят прилегающую территорию. Планируется, что уже в 2021 году сюда зателятся студенты. Мэри Елчан, Мария Левина, Николай Епифанов. События. Свой день рождения отметила гимназия «Перспектива». Учебное заведение начало свою работу в 93-м. За 27 лет педагоги выпустили тысячи учеников, которые обучаются в ведущих вузах России и Европы. Чем сегодня живет гимназия, узнала наша съемочная группа. У 11-го класса гимназии «Перспектива» урок химии. С начала учебного года школьники обучаются в обычном режиме, по которому, признаются, успели соскучиться за время вынужденного карантина во время пандемии. Это было достаточно непривычно, потому что такое практиковалось в первый раз. Мне хотелось в школу, потому что, когда ты получаешь информацию из первых рук, не через экран телефона или компьютера, то это более усвоено. Родная гимназия – это место, куда хочется возвращаться, признаются школьники. Здесь не только обычные уроки проходят интересно. У ребят есть возможность посещать различные дополнительные занятия. КВН – робототехника спортивной секции. Ребенок может проявить любые таланты и раскрыть потенциал. Например, попробовать себя в роли журналиста в телестудии при гимназии. Для некоторых этот опыт становится определяющим в выборе будущей профессии. Я с 5-го класса участвую и в газете, и в телестудии. И я уже с 5-го класса, можно сказать, решила, что пойду на журналиста. Это очень интересно, очень познавательно. Я учусь правильно общаться с людьми, нахожу новые знакомства и узнаю больше от этих людей. Гимназия «Перспектива» входит в рейтинг 100 самых результативных образовательных учреждений России. Здесь обучаются более 900 детей. Каждый пятый выпускник награжден золотой медалью. Учебное заведение располагает современным спортивным и тренажерным залами, столовой, медиатекой, библиотекой. В кабинетах мультимедийное и лабораторное оборудование. Уникально, наверное, наше образовательное учреждение тем, что здесь каждый ребенок может найти свою собственную перспективу. Конечно же, наша основная цель – это комфортные условия. Конечно, это высокое качество образования. Мы в этом году очень благодарны. В этом году нам в рамках национального проекта были установлены и оборудованы два кабинета. Это интерактивная доска, это ноутбуки для детей, ноутбуки для педагогов. И, конечно же, вот здесь тоже наши планы. То есть здесь нужно будет обучить наших сейчас педагогов. Ставим цели, к ним идем и стараемся достигать их. Останавливаться на достигнутом в Самарской гимназии перспектива не собираются. Сейчас учебное заведение готовится получить статус кембриджской школы. Это позволит ученикам сдавать экзамены и получать кембриджские сертификаты, не покидая Самары. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, Сергей Баскин. События. До 1 декабря жителям Самары нужно заплатить налоги за 2019 год. Сделать это можно несколькими способами. Самый удобный и простой – воспользоваться личным кабинетом, чтобы не выходить из дома в период пандемии. Процедура займет всего несколько минут. Деньги налогоплательщиков пойдут на благоустройство городских дворов, скверов и парков. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Жителям Самары нужно заплатить налоги в срок до 1 декабря. Это касается тех, кто владеет недвижимостью, транспортом или земельным участком. Сейчас сотрудники ФНС завершают рассылку уведомлений. Внести платеж можно несколькими способами. Самый простой и удобный – воспользоваться личным кабинетом. Это отнимет у пользователя всего несколько минут. К тому же человеку не придется лишний раз выходить на улицу в период пандемии коронавируса. Для доступа к онлайн-сервису налогоплательщик может лично обратиться в любую инспекцию, независимо от места жительства. Это, в общем-то, аналог электронного кошелька гражданина. То есть в этот кошелек гражданин может внести какую-то определенную сумму. Она будет храниться на счете в федеральном казначействе. И уже налоговые органы по мере необходимости будут списывать из этого платежа сумму, подлежащую к оплате налогов. Все налоги поступают в бюджеты разных уровней, в том числе и в районы. Эти средства в первую очередь идут на благоустройство дворов и общественных пространств. Поэтому облик района напрямую зависит от количества своевременно собранных налогов. Это и комфортная городская среда, и губернаторский проект содействия, и твой конструктор двора. Ну и, конечно же, та повседневная работа, которая проводится в районе. Это уборка незакрепленных территорий, это вывоз мусора с незакрепленных территорий. И многое другое, что делает наш район чище, лучше и красивее. Только в этом году по проекту «Комфортная городская среда» в Самарском районе привели в порядок шесть дворов. Кроме того, благодаря проекту содействия в сквере Высоцкого обновили концертный комплекс для выступления музыкантов и поэтов. Завершается строительство игровой площадки «Гитар-парк». Основная часть потраченных денег – это налоги, поступившие в местный бюджет. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События. Банк России снизил курсы иностранных валют. А фитнес-клубы в России просят снизить стоимость аренды помещений на 50% до конца года. Малый бизнес на время освободят от налогов. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации. Подробнее об этом в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шаре. Банк России снизил курсы иностранных валют. Доллар подешевел на 0,41% и стоит сегодня 78,09 рубля. А евро упал на 0,71% и торгуется по цене 91,81 рубля. Об этом в четверг, 8 октября, свидетельствуют данные Центробанка России. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки «Бренд» на лондонской бирже составляет 41,72 доллара за баррель. Семь банков России вошли в мировой топ-150 по приему карт в магазинах. Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Теньковбанк, Банк Русский Стандарт, Промсвязьбанк и Альфа-банк оказались лидерами по количеству платежей, обработанных через устройство приема карт в торговых точках. Сбербанк занял третье место в рейтинге, уступив двум иностранным компаниям. Через его сеть эквайринга было проведено 20,5 миллиардов платежей. Это в два раза больше, чем в прошлом году. ВТБ в мировом топе оказался на 35-м месте. Через сеть прошло более 2 миллиардов платежей. Сеть Газпромбанка отработала 933 миллиона платежей. Банк занял 59-ю строчку в рейтинге. Впервые в топ-150 крупнейших эквайров вошел Теньковбанк. Он занял 88-е место в списке. Сразу за ним следует Русский Стандарт, Промсвязьбанк и Альфа-банк. Они разместились на 89-м, 103-м и 135-м месте соответственно. Фитнес-клубы в России просят снизить стоимость аренды помещений на 50% до конца года из-за пандемии. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации операторов фитнес-индустрии, написанном от лица более чем 1300 предпринимателей отрасли. В свою очередь, Ассоциация пообещала обратиться к главам регионов и к правительству с просьбой освободить от земельного налога и налога на имущество тех, кто снизит аренду фитнес-операторам. Авторы письма отмечают, что индустрия попала в очень сложную ситуацию, потому что все фитнес-клубы страны были закрыты на 3-4 месяца, а в некоторых регионах и сейчас действуют ограничения на их работу. Каждый пятый предприниматель отрасли обанкротился из-за высокой платы за аренду. Совет Федерации одобрил законы, направленные на помощь малому бизнесу и ИП в период пандемии. Один из них позволяет в текущем году освободить вновь созданные организации от налогов. Речь идет о компаниях, работающих в отраслях наиболее пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. От налогов и сборов в связи с пандемией ранее были освобождены пострадавшие организации, включенные в единый реестр на основании налоговой отчетности за 2018 год. Теперь закон включает в этот перечень организации, созданный в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года. Кроме того, сенаторы приняли поправки в налоговый кодекс, уточняющий тарифы на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам. Закон касается также лиц, занимающихся частной практикой, к примеру, адвокатов, нотариусов и оценщиков. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самаре стартовал второй этап всероссийского конкурса «Лучший водитель троллейбуса 2020». В соревнованиях принимают участие 36 конкурсантов из 32 городов России. Вчера они сдали теоретическую часть, сегодня показывали водительское мастерство. Елена Малютина расскажет, когда станут известны имена лучших. Один из самых сложных этапов конкурса называется «Не урони бабушку». При его выполнении ни одна бабушка не пострадала. Водители троллейбуса должны преодолеть дистанцию с препятствиями, ни пролив, ни каплю воды из стакана. Чем меньше ее осталось, тем ниже баллы. Раньше вместо стакана воды водители троллейбусов перевозили статуэтку. Отсюда и название. Один из участников всероссийского конкурса, который представляет Самару, водитель троллейбуса с 8-летним стажем Сергей Василенко. Теоретическую часть он сдал на высоком уровне. Теперь предстоит показать свое водительское мастерство на практике. «Волнение все равно сохраняется. В любом случае, все конкурсанты, прибывшие сюда, сильны. И очень сильны. Просто молодцы. Борьба идет жесткая. Как говорится, наступаем друг другу на пятки. Я думаю, сегодня будет очень захватывающий день. Хорошо, что дома. Родная трасса, родные стены. Хорошая группа поддержки. И, соответственно, волнение, потому что все внимание приковано». Одно из самых непростых упражнений для участников называется канава. Им нужно пройти дистанцию как можно быстрее, не задев ни одного кубика. Их здесь 8. Заезд в бокс, змейка, остановка, объезд колодцев, коридор, наезд колесом на стоп-линию. Скорость маневрирования и аккуратность – каждая мелочь влияет на результат. Чем меньше времени потрачено, тем больше дополнительных баллов. Оценивают профессионализм водителей троллейбусов 24 судьи из разных городов России. «Судьи, которые оценивают результаты конкурса, они сотрудники предприятия гороэлектротранспорта со всей России. И чтобы минимизировать какие-то риски, какие-то договоренности, все отдано вот этим вот трем третейским судям. Они из Москвы, они достаточно опытные». Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходит 19-й раз. За звание лучшего водителя троллейбуса соревнуются 36 участников из 32 городов России. «Нам очень приятно, что Самара принимает такое значимое мероприятие. И мы сделаем все, чтобы в грязь лицом не ударить. Мы сделали все, чтобы нашим гостям было приятно, удобно и комфортно. И вот отзывы пока самые положительные». В эту пятницу объявят имя лучшего. Победителю вручат денежный приз в размере 300 тысяч рублей, а общий призовой фонд составляет полмиллиона. Напомним, что Самара не первый раз принимает соревнования такого уровня. В 2015 году прошел 15-й всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Елена Малютина, Григорий Пешаков, Николай Епифанов. События. Более 600 миллионов рублей дополнительно получил территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области на лечение людей с новой коронавирусной инфекцией. Средства выделят из резервного фонда правительства. Они позволят в том числе компенсировать расходы медицинских организаций. Объемы, оказываемые ими неотложной помощи и лечения в стационарах, значительно выросли из-за пандемии. Всего с начала года пациентам с ковид оказано медицинских услуг на сумму более полутора миллиардов рублей. Проведено 230 тысяч исследований. Стоимость одного теста на коронавирус составляет 707 рублей. Для пациентов при наличии направления от врача тест на ковид проводят бесплатно. В этом году увеличено и финансирование скорой медицинской помощи. По сравнению с предыдущим годом финансирование скорой помощи выросло на 5%. Но по отдельным станциям, так, например, по Самарской городской станции скорой медицинской помощи, которая в городе, финансирование выросло сразу на 133 миллиона рублей. Далее коротко о других событиях дня. В Самарскую область поступит вторая партия вакцины от гриппа. Это почти 2 миллиона доз. Прививки от гриппа уже сделали почти 600 тысяч человек, сообщает региональное правительство. Масштабная кампания по вакцинации жителей губернии стартовала в начале сентября. В конце следующей недели ожидается поступление еще одной партии вакцины. Привить планирует более 60% населения Самарской области, чтобы создать коллективный иммунитет. Лауреат «Золотой маски» режиссер-постановщик балета «Три маски» Короля Юрий Смекалов заразился коронавирусом и находится на самоизоляции. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм. Артист сообщает, что на протяжении всех шести месяцев с момента начала пандемии ни один день не прекращал творческую деятельность. Но веры в собственную неуязвимость и энергии оказалось недостаточно. В Театре оперы и балета до самоизоляции он работал над постановкой балета «Back to Life», премьера которого должна состояться в декабре. В Самарском театре юного зрителя перенесли спектакль «Женитьба Бальзаминова» на декабрь из-за того, что у одного из ведущих актеров тест на коронавирус дал положительный результат. Сейчас в театре принимаются все необходимые меры по безопасности артистов и зрителей. Актеры, задействованные в спектакле и контактировавшие с предположительно зараженным, ушли на двухнедельный карантин и при появлении первых симптомов сразу сдают тест. В Кировском районе Самары обнаружили самовольную постройку. Двухэтажное строение в поселке Зубчининовка использовалось как магазин, но работало незаконно. Здание площадью 86 квадратных метров расположено на пересечении улиц Транзитная и Юридическая. Владелец строения на контакт с городскими властями не вышел. Администрация Самары планирует снести незаконную постройку в ближайшее время. А с хозяина потребуют компенсацию расходов. В Самаре на 83-м году жизни ушел известный живописец и график Вячеслав Герасимов. Заслуженный художник России родился в 1937 году в Астрахани. С 76-го по 93-й преподавал в Самарской архитектурно-строительной академии. Его талант монументалиста отразился во многих известных самарских проектах. Изящные витражи и гобелен в каминном зале дворца бракосочетания. Рельефные витражи в здании филармонии. Горельеф с мозаикой «Энергия» для ГЭС имени Ленина, в котором использовались 80 оттенков цветного гранита. Мозаика дома профсоюзов, землю крестьянам, заводы рабочим. Путевая стена на станции метро «Гагаринская», оформленная в технике мозаика с использованием фаянса. Прощание с художником состоится 10 октября с 9.30 до 11.30 утра в Самаре по адресу Борская, 108, корпус 1, Малый зал. Телеканал «Самара ГИС» выражает соболезнования родным и близким Вячеслава Герасимова. Наш выпуск завершен. Всего доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин